Оксана была студенткой Института культуры и любила ездить на Алтай. Ей нравилось изучать дикую природу, фотографировать на память шикарное место, собирать гербарий. Оксана весь год списывалась с такими же увлеченными ребятами из группы, с которыми она уже познакомилась в предыдущие поездки. Пришло лето, сданы все экзамены. Наконец-то снова группа с проводником идет по тропам тайги. На одном из переходов устроили ночлег. Красивейшее место на берегу горной реки с крутым обрывом и водопадом. Лагерь разбили привычно и быстро еще до темноты. Поужинали у костра. От усталости сразу же повалились спать. Пешие переходы выматывали так, что сон наступал еще до того, как голова касалась подушки. Оксана решила встать на рассвете еще до подъема и пофотографировать росу на цветах, восходящее солнце и, если повезет, какую-нибудь живность. Лагерь спал. Она решила далеко не уходить. Их предупреждают всякий раз без проводника не углубляться в лес и с маршрута не уходить. В МЧС должны знать о передвижении группы. Оле повезло заснять редкие цветы, несколько ползающих букашек, классные панорамные виды и даже диковинных сизых птиц. Напоследок ей захотелось снять себя на фоне восходящего солнца, но для этого нужно было развернуться спиной к обрывистому берегу. Ловя лучший ракурс в кадре, девушка наступила на самую кромку, камни с хрустом оторвались и исчезли в водопаде. Оксана потеряла равновесие, выронила смартфон. Пытаясь переместить центр тяжести обратно, она отклонилась назад. Каменистый берег проехал по телу от коленок до подбородка. Чтобы найти, за что зацепиться, девушка инстинктивно выкинула руки вперед. Но кроме сухой травы, на земле ничего не росло. Дальше все происходило, как в страшном кино. Оксана очутилась в быстром течении. Хорошо, что успела набрать воздуха в легкие и ее, как щепку, выкинула из глубины на поверхность воды. На Ольге был одет специальный термокостюм, который не мешал плыть и не цеплялся за ветки в течение. Но как только девушка вынырнула наверх, ее понесло со страшной силой. Она кричала, звала на помощь, понимая, что сквозь шум водопада ее никто не услышит. От удара о воду болело все тело, но, кажется, кости остались целы в борьбе за существование, пока побеждала вода. Вода была обжигающе холодная, хотя рано утром девушка умывалась в речке с удовольствием, как сотни острых ледяных сосулек пронзили тело и не посфоксанают нормально двигаться. «Надо что-то делать, пока есть силы», – подумала Оксана, но с каждой секундой кровь в сосудах как будто кристаллизуется, мышцы каменеют в судороге. Тело стало напоминать тряпичную куклу, которую бьет о камни. Девушка надеялась, что ее крик услышит группа ребят, хотя ее унесло уже очень далеко. Боковым зрением она увидела на берегу что-то черное. Очертание было намного крупнее человека. «Неужели у меня видения начались?» Не успела подумать Оксана, как с берега в воду шумно плюхнулось что-то очень грузное. Река в этом месте была почти мелкая, но течение стремительное. Обессиленную Ольгу принесло течением на мель в тот момент, когда на нее по воде надвигалась огромная тень. «Медведь!» – прошептала девушка и в ужасе поплыла против течения, чтобы не стать добычей для хищника. Косолапый в воде был намного проворнее уставшей Оли, он подобрался спереди и тяжело дыша протянул лапы. Девушку обдала горячим звериным дыханием, она отпрянула в сторону, но течение с силой тянуло ее. Торчащий из воды огромный валун с острым краем было последнее, что увидела Оксана, находясь в сознании. Дальше черный бездонный омут, в который она летела и не могла достигнуть дна. Постепенно омут становился светлее, превращаясь в выезд из тонеля. Потом вернулись звуки и ощущения. Холодно, мокро, тихо, уютный треск огня. Оксана открыла глаза. Над ней было небо с макушками сосен. Небо, сосны. Воздух. Я дышу, значит, жива. Где я? Первое, что пришло ей в голову. Она повернула взгляд в сторону треска костра, увидела, что лежит на брезентовой подстилке, рядом горит огонь. Голова ужасно болела. На виске рядом с бровью вздулась огромная шишка, руки были в ссадинах, мышцы ныли. Ее мокрый термокостюм прилип к телу и вызывал мурашки при каждом маленьком ветерке. Но все это были такие мелочи. Я осталась жива, удивляясь, думала Оксана, потирая шишку и ссадину на щеке, заклеенную пластырем. Кто меня спас? Кто обработал мои раны? Кто рожек костер? Я как в сказку попала. Сначала было очень страшно и больно, а потом неожиданно и загадочно. Размышление Ольги прервал хруст сухих веток сквозь валежник. Она обернулась и, снова холодея от страха, вскрикнул опять тот медведь. Но из-за старых сосен вышел обыкновенный немолодой мужчина в куртке защитного цвета с надписью на спине «Лесная охрана». Нет, не медведь я, хотя зовут меня так же. Будем знакомиться дядя Миша. Я здешний егер обхочек. А тебя как зовут? Русалка. Почему русалка? Из воды выловлена. Вот русалка и названа. Меня зовут Оксана. Я здесь недалеко с ребятами в лагере была. Мы шли по маршруту, возле водопада у нас стоянка с ночлегом. Вышла утром фотографии красивых наделать, а оказалась в реке и теперь не знаю, где нахожусь. А еще на меня в реке напал огромный бурый медведь. Он охотился за мной. Я еле от него отбилась, но потеряла сознание. И почему он меня не съел, когда я ударилась головой о камень? Почему я не утонула? Оксана погрузилась в страшные воспоминания и прокрутила их в памяти. Что-то не срасталось в хронологии событий. Снова ее крутят в течение, снова она пытается уплыть от медведя, теряет силы, ударяется головой о камень, черный омут. Удивляешься, кто мог тебя спасти? Я не понимаю. Медведь открыл пасть, наверное, хотел откусить мне голову. Я вывернулась, ударилась головой. Дальше не помню. Очнулась у костра с пластырем на щеке. Не удивляйся, этот Мишка мой воспитанник. С детства меня знает. Когда мы с ним увидели тебя в реке, зефирка первый прыгнул в реку. Он сразу понял, что надо спасать человека. Взял на лапы, да вынес тебя из воды. Голову он тебе не откусил бы. Когда Мишка рычал, это он привлекал внимание. Я к нему на помощь уже на берегу прибежал. Смотрю, дышишь, пульс есть. Значит, сейчас придешь в себя. А пластырь случайно не медведь наклеил. Впервые улыбнулась Оксана. Нет, пластырь я тебе наложил, под ним ссадина кровоточила. Ты как выйдешь в поселок, покажись врачу. Сознание теряло, значит, сотрясение мозга было. Оксана впервые вспомнила, что ребята из лагеря, наверное, уже проснулись. У водопада, говоришь, ночевали, так это тебя по реке протащило почти 10 километров. Речка наша хоть и не глубокая, но кочевряжистая, буреломная. Небось, синяков досадин наставила, пока неслась по течению. Оксана смутилась. Не раздеваться же при мужчине, хотя было холодно в мокрой одежде. Но осмотреть себя не мешало бы. Дядя Миша все понял, отошел к своему рюкзаку, вытащил оттуда свой плащ. «Надень, пока твоя рыбья одежда сохнуть будет». Оксана отжала и развесила легинсы, джемпер на ветке у костра. «Кроссовки сушить было бесполезно, они хлюпали при каждом шаге. Дядя Миша, можно с вашего телефона позвонить нашему руководителю группы. Я предупрежу, что жива». Ребята в лагере действительно уже проснулись и хватились отсутствующей Ольги. Телефон с классными фотками звенел, как сумасшедший на злосчастном берегу с обрывом, а его владелица сохнет у костра в 10 километров от них. Через два часа одежда была почти сухая, день обещал быть жарким. Оксана переоделась, и они с егерем отправились к ребятам в лагерь. Дядя Миша знал короткую дорогу к водопаду через тайгу, всего 25 минут пешком. Когда потерянная Оксана в сопровождении лесной охраны подошла к лагерю, ребята начали подшучивать, тебя даже в лес без охраны нельзя отпускать. Но видя серьезное лицо из ссадины, шутники замолкли. Дежурный по кухне позвал всех пить чай. Гости Игеря тоже усадили к столу. Все слушали необыкновенную историю спасения. Только единственный комментарий в конце последовал от парня с татуировкой дракона на руке, как сказка «Маша и медведь». Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания!